Граф Федор Васильевич Ридигер, генерал-адъютант, генерал от кавалерии, член Государственного Совета, начало службы, происходил из дворян Курлянской губернии, был лютеранского вероисповедания, родился в декабре 1783 года и после первоначального домашнего воспитания обучался в частном учебном заведении в Метаве, после чего 1 апреля 1799 года был определен под прапорщиком в Лейбгвардии Семеновский полк. Произведенный в прапорщике 27 октября 1800 года Ридигер по личному желанию переведен был в Сумской гусарский полк поручиком и, числясь полку, состоял шефским адъютантом при генерал-майоре Паллине, 27 февраля 1805 года был произведен в штаб сродмистры первые бои против Наполеона. 17 августа 1806 года Ридигер переведен в Гродненский гусарский полк, вскоре принял участие в войне против Франции в пределах Пруссии и находился в отряде генерала Кноринга, а затем в отряде князя Багратиона. В сражении при Гудштадте 24 апреля 1807 года он командовал эскадроном, находясь в главном авангарде, и удостовался за свои действия монаршего благоволения. Затем он участвовал в деле по Данкендорфам и при оттеснении французов за реку Пассаргу, причем отбил неприятельский парк. За это дело он был награжден 25 мая 1807 года золотой саблей с надписью «За храбрость». Участвовал в движениях Деппена Дрихенберга и затем в отступлении на позицию при Гейлсберге, в происшедшем тут упорном сражении, а также в последовавшем вскоре 2 июня сражении под Фридландом. За проявленную в этих двух сражениях храбрость он был награжден 2 июня 1807 года орденом Святой Анны Третьей степени «Шведская война». По окончании этой кампании в 1807 году Тильзитским миром Ридигер, произведенный 23 октября 1807 года в майоры, принял участие в возникшей войне со Швецией и находился в передовом отряде наших войск, вступивших в пределы Новой Финляндии под начальством князя Багратиона. Ридигер занял Тавастгус 24 и 28 февраля 1808 года, отличился в последовавшем вскоре сражении при Киркенакиле 5 марта 1808 года, за что достался высочайшего благоволения и при преследовании шведов до Бьернеборга, причем был контужен в правую ногу, но не оставил строя. Командуя отрядом «Авангарда» под начальством генерала Раевского он принимал участие в деле Прилапферти 9 мая, после которого преследовал шведов до города Вазы и занял этот город 15 марта 1808 года, за что был награжден орденом СВ Владимира IV степени с бантом. После этого, занимаясь своим отрядом прибрежную полосу Финляндии от Вазы до Гамлекарлибю, он неоднократно действовал против шведов по берегам Ботнического залива и за дело под Гамлекарлсбю удостовался 15 февраля 1809 года награждением орденом СВ. Георгия IV степени номер 923 ранее этого Рейдигер отличился в сражении при деревне Лапы 26 июня, в котором более 10 часов удерживал корпус генерала Клингспора в деле 8 и 9 августа при Кирке Кальмари, после чего прогнал шведов до Линдулакси и Кирке Картани, где был ранен в левую ногу. За эти дела Рейдигер 19 декабря 1808 года был произведен в подполковнике. Позднее, 29 октября 1808 года, после дела при Кирке Калеке, находясь в отряде графа Каменского, Рейдигер открыл ближайшее сообщение с отрядом генерала Тучкова и 5 ноября захватил шведский отряд, занимавший Кирку Виганда и, действуя по направлению к Брагештату, занял Уля Борг. По заключении затем Фридрихсгамского мира, положившего конец нашей войне со Швецией, Рейдигер продолжал командовать эскадроном Гродненского гусарского полка, оставаясь некоторое время в завоеванной нами Финляндии. В 1810 году он был назначен командовать войсками береговой стражи, расположенной по Балтийскому прибрежью от Ревеля до Пернова, а затем, с 1811 годом, по начало 1812 году, находился в Петербурге. Для узнания порядков службы Отечественная война, в наступившей вскоре Отечественной войне 1812 года Рейдигер находился в составе войск, под начальством графа Витгенштейна, преграждавших Наполеону приближение к столице империи. В деле при Друе 4 июля Рейдигеру удалось взять в плен французского генерала Сен-Жермена, за что он был 14 августа 1812 года, произведен в полковнике. После этого он особенно отличился в трехдневном сражении 18, 19 и 20 июля известном под именем сражение при Клястицах, за который награжден был орденом С.В. Владимира Третьей степени с Бантом, а также 26 и 27 июля при монастыре Волынцы, а 30 июля при Д.Свольно, за который награжден орденом С.В. Анной Второй степени. Вскоре затем последовало сражение 5 и 6 августа при Полоцке, в котором французы были совершенно разбиты, причем Рейдигер также немало отличился и был награжден алмазными знаками ордена С.В. Анной Второй степени. Во время наступившего после этого непродолжительного бездействия обеих армий по октябрь месяц Рейдигер командовал передовыми постами армии, участвовал затем в сражении при З.Юревичей 3 октября и в трехдневной битве под Полоцком 6, 7 и 8 октября под личным начальством графа Витгенштейна, а затем в штурме этого города. Причем был в числе первых ворвавшихся в Полоцк, занятый французами и был 3 января 1813 года награжден орденом С.В. Георгия Третьей степени номер 263 за последовавшие вскоре 18 и 19 октября 1812 года. С.В. Сражение причашника Рейдигер был 19 октября произведен в генерал-майор и вскоре после кончины Кульнева получил в команду Гродненский гусарский полк, во главе которого совершил следующий кампании 1813-1814 года. После сражения причашника Рейдигер участвовал в преследовании войск французского маршала Виктора, отступавшего на соединение с главной армией, в сражении на берегах Р.Березины, а также 15 ноября в большом сражении под Борисовым, где ударив решительно во фланг дивизии французского генерала Портуна, содействовал сдаче его со всей дивизии. После этого он преследовал баварский корпус до Вильны и занял этот город 23 ноября. Бои в Германии и Франции, продолжая преследовать французские войска в пределах Германии, Рейдигер имел перед собой отступавшие войска французского маршала Макдональда и прусского генерала Йорка и занял Тильзи 19 декабря. А затем имел жаркое дело при Шелунишкен и, ворвавшись в Кенигсберг 25 декабря, принудил у французов покинуть город, в котором осталась большая военная добыча. Затем он преследовал неприятеля де Браунсберга и Льбинга. В начале наступившего 1813 года до самого февраля месяца Рейдигер находился под Денцигом и наблюдал за его гарнизоном. Позднее, 20 февраля, он вступил в Берлин, после чего был назначен командовать войсками, назначенными для блокады крепости Шпандул, и участвовал в сражении 24 марта 1813 года при крепости Магдебурге, а также при Галли с 14 по 16 апреля, находясь в составе корпуса прусского генерала Клиста и командуя войсками его правого фланга. Рейдигер в генеральном сражении 20 апреля 1813 года при Люцене делал удачные атаки к отражению французской пехоты, прикрывавшей движение к воршину. А в последовавшем 8 и 9 мая сражении при Балцене для нас также неблагоприятным прикрывало отступление нашей армии к Рейхенбаху. Равным образом при движении арьергарда левого фланга армии от Ливенберга через Гольдберг и Юр Рейдигер прикрывал это движение, имея беспрерывные стычки с французами. Он удостоился получить за сражение при Люцене прусский орден Красногарла 2-й степени за Балцен тот же орден 1-й степени, а за вступление в Рейхенбах бы награжден 10 мая 1813 года орденом С.В. Анной 1-й степени. Продолжение наступившего с 23 мая по август кратковременного перемирия в Пашвитце, Рейдигер был послан в Селезию для устройства полков 1-й гусарской дивизии и перемещен в авангард армии, находившийся под начальством графа Витгенштейна. Он участвовал в неблагоприятном для нас сражении под Дрезденом 14 августа и командовал кавалерией при нашем отступлении, имея небольшие стычки с французами. Участвуя затем в сражении 2 сентября при Питерсвальде он принудил у французов покинуть занимаемую ими позицию. А в известном сражении 5 сентября 1813 года под Кульмом содействовал поражению Вандама тем, что вогнал его кавалерию в Налендорфске дефиле. После различных мелких стычек с французами, происходивших с 24 по 30 сентября, Рейдигер в трехдневной битве под Лейпцигом 4, 6 и 7 октября, находясь в авангарде графа Витгенштейна, делал сильные атаки и усиление волковиц и пропс, а затем участвовал в преследовании французской армии к берегам Рейна, двигаясь на Готу и Зенах. За отличие в сражении при Лейпциге Рейдигер был награжден 7 октября 1813 года алмазными знаками к ордену С.В. Анны I степени. Перейдя 22 декабря 1813 года, Рейн при Форлун. Рейдигер был направлен к Страсбургу и вскоре обложил этот город, а затем при сосредоточении селесской армии графа Витгенштейна под Брионом Рейдигер, командой авангардом этой армии, опрокинув маршала Мармона при Бандрикури, занял города ВАЗ. Мандеронт и Ланжевиле участвовал в общей атаке на Нажан 29 и 30 января 1814 года, после чего этот город и был занят 2 февраля, затем Рейдигер участвовал в генеральном сражении при Барсюроби 15 февраля, а также при Тра 19 февраля и в кавалерийском деле при Мальмезоне 20 числа того же месяца. За дело при Тра он был награжден орденом С.В. Владимира II степени. Перейдя после этого Сену, он участвовал в генеральном сражении при Арси-Сюроби 8 и 9 марта, при Фершемпенуазе 13 марта и, после нанесенного поражения маршалом Мармону и Марте, преследовал их и подступил к Парижу в 18 числа, приняв участие в торжественном вступлении наших войск в столицу Франции. Он преследовал отступавших к Фонтенебло французов до 30 марта, командуя передовым отрядом армии «Возвращение в Россию». По заключении Парижского мира Ридигер возвратился в Отечество через Сен-Кентен-Кёльн, Лейпциг и Познань. В Ковной был 27 ноября 1814 года назначен командиром 2-й бригады гусарской дивизии в пределах герцогства Варшавского и командовал ей до 1816 года, когда ему было вверено начальство над 1-й гусарской дивизией. В этом звании ему было поручено встретить на границах империи будущую супругу императора Николая I, принцессу прусскую Александру Федоровну, и сопровождать ее до станции Коскова в 1817 год. Впоследствии 26 сентября 1823 года, император Александр I назначил Ридигера начальником 3-й гусарской дивизии, желая дать ей, как выражено в приказе, отличного начальника как для военного, так и для мирного времени, а затем уже новый император произвел его 1 января 1826 года в генерал-лейтенанты. Турецкая война, возникшая в 1828 году, война с Турцией вызвала Ридигера снова к боевой деятельности. Команды авангардом нашей армии в составе 2-й бригады гусарской дивизии и 3-й бригады 10-й пехотной дивизии с артиллерией Ридигер, перейдя Дунаю Сатунова, вступил в пределы Турецкой империи, атаковал Кюстенджи 5 июня и принудил ее сдаться. Затей, после усиленного движения, он занял города Монгалию, Канарпу и Бальчик, где нашел обширные запасы продовольствия и военного снаряжения, а также 25 июня вступил в базар Джек. Вскоре после этого, 29 июня, около местечка Казлуджи он отразил, после жаркого боя, многочисленную толпу турок. При движении нашей армии к крепости Шумла Ридигер 8 июля с успехом и не раз атаковал турок, проник к Эске Стамбулу и 20 июля заложил редут при Чифлике. После этого, 25 июля он делал попытку захватить укрепленные горные ущелья у подошвы Балканских гор, но был в свою очередь атакован время турецкими войсками, выступившими из Шумлы. Отразив турок, Ридигер благополучно отступил и стал действовать на путях сообщений Шумлы с Константианополием. При сделанной 28 августа турецкими войсками усилены вылазки из Шумлы на центр левый фланг нашей армии, осаждавший Шумлу. Ридигер отразил часть турок и далеко их преследовал, за что и был 22 октября награжден золотой саблей с алмазами и надписью «За храбрость». После этого Ридигер с войсками под начальством принца Евгения Вертембергского был направлен через Девный Гаджи Гассанулар в крепости Варнии вскоре за отъездом принца Евгения. Осенью 1828 года принял команду над 7-м пехотным корпусом. 15 ноября 1828 года расположенном на зимнее время в Болгарии. Продолжение зимы Ридигер делал неоднократно поиски на турок и укреплялся в занимаемых позициях. В конце марта 1829 года он занимал позицию приказ Луджи с целью отражения турок, намеревавшихся из Шумлы сделать нападение на наши войска. Он принял участие в отражении 4 апреля 1829 года при Арнаутлоре Верховного Визирия, который быстро отступил и обложил проводы. Ридигер двинулся на выручку этого места и после рекогностировки России в армию Визирия. 28 мая направился к Шумле и принял участие в известном сражении при Кулевче 30 мая, в котором фельдмаршал Дибич разбил войска Великого Визирия. На долю Ридигера в этом сражении выпало прикрывать тыл и фланг нашей главной армии, наблюдать за Шумлой и не допускать Великого Визирия ворваться в эту крепость. За полное исполнение возложенного на него поручения Ридигер 5 июня 1829 года был награжден орденом С.В. Александра Невского. В первых числах того же месяца Ридигер действовал на дороге из Шумлы в Константинополь. Не допускал рассеянной армии Великого Визирия вновь собраться. Препятствовал фуражировке из крепостей Шумлы по реке Камчику, отбивал турок и совершенно отбросил их в крепость. По взятии Шумлы и дальнейшем движении нашей армии в Балканах Ридигер шел по реке Камчик, теснил турок Кайдасуи. Разбив собравшихся у этого места турок 13 июля овладел штурмом самим Айдасом, а затем городом Карнабатом 15 числа Якиболем 20. Вместе с армией Дебича атаковал Сливной, заняв этот город 31 июля, двинулся к Адрианополю и овладел им 8 августа. За все эти действия Ридигер был награжден орденом С.В. Владимира I степени. В Адрианополе войска 7-го пехотного корпуса оставались до скорого окончания военных действий, завершенных славным Адрианопольским миром 1829 года. После которого Ридигер 26 октября 1829 года двинулся обратно на Ясы, получив ранее, 26 сентября, команду над 4-м резервным кавалерийским корпусом, а также над войсками, расположенными в Молдавии. В Молдавии вскоре в княжестве появилась почти неизвестная ранее холера, грозившая большой опасностью нашим войскам, но, благодаря решительным мерам, принятым Ридигером против этой заразы, особенно благодаря его заботливости об их применении на самом деле, Эта опасность была совершенно устранена, и наши войска в начале апреля 1830 года без потерь проследовали из Молдавии в Бессарабию и затем, выдержав обсервационный карантин, заняли квартиры в Каменец Подольской губернии. Ридигер же 18 апреля того же 1830 года был назначен командиром 4-го резервного кавалерийского корпуса, удостоившись ранее высочайшего благоволения за отличное состояние вверенных ему полков при сматре под Белградом войск после Турецкой войны. Каменец Подольской губернии также появилась холера и Ридигер опять составил кордонную линию, оцеплял места, в которых проявлялись больные холерой, принимал различные меры предосторожности, быстро оказывал пособие заболевающим, побуждал всех служащих к неусыпной деятельности и снова предохранил вверенные ему войска от этого бедствия.